Приветствую всех! Бывало ли у вас такое, что хочется посмотреть фильм в блютуз наушниках, чтобы поздно вечером никому не мешать? Либо может превратить вашу проводную акустическую систему в беспроводную и наслаждаться музыкой по блютуз почти без потери качества? И решение для этого есть! И название ему Ugreen Bluetooth Transmitter Receiver под кодовым названием CM144. Итак, давайте же разберемся, что из себя представляет данное устройство. Начнем из внешнего вида и комплектации, а после этого разберемся, для чего он необходим. В коробке будет находиться сам передатчик, кабель для зарядки с разъемом microUSB, фирменный оптический кабель метровой длины, AUX аналоговый с разъемом 3.5 на 3.5 и кабель-переходник с 3.5 мм на 2 RCA. Кто не знал, Ugreen это фирма-производитель родом из Китая, которая с 2009 года специализируется на изготовление качественных аксессуаров, такие как кабели и адаптеры. Вернемся же к самому трансмиттеру. Корпус у него выполнен из пластика и габариты не превышают 1.5 см высотой и 5 на 5 см ширину и глубину. Для лучшей устойчивости на днище приклеена резиновая подножка, которая не повредит ваше устройство, к которым собираетесь его подключать. Теперь разберемся с разъемами и переключателями. На верхней панели расположился логотип фирмы и многофункциональная кнопка для включения, сопряжения и переключения данного трансмиттера. Также в эту кнопку встроен световой индикатор, сигнализирующий разными цветами о работе устройства. Более подробно сможет рассказать таблица в комплектной инструкции, где расписаны нажатия и интенсивность мигания индикатора в режиме трансмиттера и ресивера. На правой стороне устройства расположили два переключателя. Первый как раз таки переключает режим трансмиттера и ресивера. Разница в том, что в режиме трансмиттера необходимо подать сигнал на сам аппарат, а потом он уже по блютуз отдаст сигнал дальше. А в режиме ресивера вы подаете сигнал по блютуз и он дальше передает сигнал по аналоговому или цифровому кабелю. Рядом расположили и второй переключатель, который перенаправляет сигнал на аналоговый или цифровой разъемы. На задней панели видим разъем 3,5 мм и два цифровых оптических. Один вход, второй выход и разъем microUSB для зарядки устройства. Да-да, вам не послышалось, именно для зарядки. Так как в этой маленькой коробочке, которая помещается на ладошке, разместили еще и аккумулятор для автономной работы. И на одном заряде трансмиттер может проработать до 15 часов. Благодаря современному чипу CSR8675 с версией Bluetooth 5.0 можно быть уверенным в качественном и стабильном сигнале без задержек до 10 метров. Давайте теперь разберем, для чего же все-таки нужен данный девайс или может вовсе не нужен кому-то. Первый режим это ресивер. Переводим переключатель в режим RX на устройстве. И когда видим переменно мигающий красный и синий цвет, значит можно подключать ваше устройство по Bluetooth. Подключаем телефон, ноутбук или телевизор. В настройках Bluetooth выбираем Ugreen. И теперь можно слушать музыку на активных колонках, у которых нет Bluetooth. Для этого просто переводим второй ползунок на ресивере в положение AUX. И через 3,5 мм разъем подключаем ваши колонки комплектным или отдельным кабелем. И несмотря на отсутствие полноценно выделенного ЦАПа, порой можно даже не заметить разницу в звуке с проводным подключением и по беспроводу через данный ресивер. И не важно сколько лет вашему усилителю или вашей акустике, даже если это музыкальный центр, у которого нет Bluetooth, достаточно подключить к разъему RCA или 3,5 мм. Помимо этого можно подключать телефон и ноутбук по Bluetooth к ресиверу. Он запоминает до 5 устройств. И поочередно передавая сигнал, вам не нужно заново заходить в режим сопряжения. А если у вашего устройства есть цифровой вход, например, акустическая система, саундбар, ЦАП или даже усилитель для колонок, но в них нет Bluetooth, тогда советую переключить ползунок передачи сигнала на SPDIF и подключить ресивер оптическим кабелем. Таким образом, всей обработкой сигнала будет заниматься ваше конечное устройство. Теперь рассмотрим режим трансмиттера. Предположим, что у вас есть Bluetooth-наушники или даже двое наушников, и вам поздно вечером хочется посмотреть фильм по телевизору, но у него нет Bluetooth. В таком случае переводим ползунки на трансмиттере в положении TX и SPDIF, подключаем телевизор по оптике и соединяем ваши беспроводные наушники с трансмиттером и наслаждаемся фильмом или сериалом, никому не мешая. Также можно подключить и вторую пару наушников и смотреть фильм вдвоем, регулируя уровень громкости каждой на своих наушниках. Также, благодаря кодеку APTX Low Latency в режиме трансмиттера, нет никакой рассинхронизации и задержки между видео и звуком. По аналогии, можно подключить и беспроводную колонку вместо наушников, а также и другие источники, у которых есть цифровой оптический выход. А если у вас есть проигрыватель для винила и вы все же хотите послушать пластинки по Bluetooth, тогда переводите ползунок в режим AUX и подключайте аналоговый кабель к вашему винилу и трансмиттеру, после чего соединяете с Bluetooth колонкой и вот у вас винил звучит по беспроводу. Аналогично можно подключать и другие устройства через разъем RCA либо 3.5 джек для передачи беспроводного сигнала на колонки либо наушники. Даже если вы на улице, то аккумулятора хватит на целый день и, что немаловажно, можно к этому трансмиттеру подключить две Bluetooth колонки одновременно. Конечно, можно подключить и проводные наушники к данному ресиверу, тем самым превратить их в беспроводные. Но в таком случае не с каждого источника будет регулироваться громкость, поэтому предварительно нужно попробовать, будет ли работать корректно такой способ. Но как я уже упоминал, в связи с отсутствием выделенного ЦАПа, такое решение может явно не раскрывать потенциал ваших наушников. Поэтому для превращения ваших проводных наушников в беспроводные лучше рассмотреть отдельный Bluetooth ресивер уровня Shanling UP2 либо UP4, о которых мы уже ранее рассказывали на нашем канале. Еще можно было предположить, что данный Ugreen может работать в роли конвертера, но при подключении плеера по 3.5 джек, в надежде, что через оптический выход пойдет сигнал на настольный ЦАП, не дало никаких результатов, поэтому пришлось подключать по Bluetooth. И еще один предполагаемый сценарий использования, это будет ли данное устройство работать как конвертер при подключении к компьютеру по USB для того, чтобы подавать дальше цифровой оптический сигнал. И ответ нет, так как все того же ЦАПа внутреннего здесь просто нет, поэтому при подключении по USB устройство только заряжается. Но несмотря на это, возможности и комплектация данного устройства за такую стоимость просто поражают. И еще один момент, если вдруг вы ушли из дому и оставили его включенным, то не стоит переживать, что он разрядится, так как через 5 минут, когда не подается сигнал, он выключается. А по возвращению вам достаточно только зажать кнопку включения на устройстве на 3 секунды, и ваш телефон автоматически подключится к трансмиттеру, и вы можете снова наслаждаться музыкой по беспроводу. Данное устройство существенно расширяет возможности подключения аудиоустройств между собой. И как по мне, в такой ценовой категории аналогов ему нет на данный момент. А купить данный Bluetooth-ресивер можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Одессе и Днепре. Субтитры создавал DimaTorzok